Карелия. Прежде всего, глубокая благодарность Департаменту труда и социальной защиты города Москвы, потому что это тот департамент, который финансирует этот поразительный, удивительный проект. Затем я хочу сказать, что трудятся в этом проекте сотрудники Государственного бюджетного учреждения, лаборатория путешествия Департамента образования и нашего фонда Клуб Приключения. И трудятся очень успешно, потому что проект начался с 300 приглашенных детей, потом было 450 детей и в этом году уже около 600 детей. Таким образом, где у нас директор Сокольников Андрей, таким образом, если геометрическая прогрессия будет сохраняться, то на будущий год будет уже 1200 детей. Теперь я хочу сказать несколько слов о том, что сам я лично вот на этот сегодняшний праздник, поскольку открытие это праздник, пришел как бы обновленным, новым человеком. И объясню почему. Есть для этого две причины. Одна причина то, что в ноябре я принял участие в замечательном форуме, который организовывала компания Несле Бурина. Назывался он «С питомцами лучше». «С питомцами лучше». Ребята, «С питомцами лучше». Вот понятны эти слова. Значит, «С домашними животными лучше». Девиз этого форума «Наши питомцы, наши домашние друзья» — это наше вдохновение. То, что благодаря общению с домашними питомцами, с домашними кошками, с собаками, человек становится лучше, это мне было понятно всегда. Но на этом форуме я узнал очень много нового для себя. Например, то, что когда ребенок, мальчик, девочка, большой, взрослый человек общается с животным, то у него уменьшается количество того гормона, который вызывает стресс, который делает человека возбужденным, агрессивным. В общем, человек становится физиологически лучше, не только социально, но и чисто медицинской точки зрения. Это совершенно фантастические факты. Когда я все это узнал, я подумал, что как здорово, что в нашем ладере «Большое приключение в Карелии» мы можем принимать каждый год почти две тысячи подростков, которые общаются каждый день с собаками. И вторая причина, по которой я чувствую себя радостным и обновленным, это что всего пять дней тому назад я выступал на открытии совершенно замечательной международной конференции на севере Норвегии. И молодых лидеров, которые были на этой конференции, повезли на огромную сферму, где было 300 собак. Но, когда я общался с этими молодыми лидерами и рассказывал американцам, канадцам, норвежцам, европейцам по поводу того, что у нас есть вот такая социальная программа для детишек в Москве, то для всех это было сюрпризом. И все мне аплодировали, и все говорили, как здорово. Так что еще раз хочу приветствовать наших ребят, участников программы, наших замечательных инструкторов, которые работают вместе с собаками по будни сказки. Вперед! Ура!